Всем привет, ребята, с вами Виталий Зелёный. Приехал я в гости к Виталику Игнатьюку. Ну, по названию вы уже догадались, что мы идём в Чернобыльскую зону на рыбалку. Там есть водохранилище. Да, Виталий? Да, я уже ходил туда, там разведку, берега заросшая. Там очень тяжело порыбачить на удочку поплывочную. Но мы взяли и кранчики, там роколовка есть. И я взял подводное ружьё, где хочу понырять. Это, конечно, очень стрёмно. Капец. И есть удочка, я на удочку ещё покидаю. Поставим кранчики и заплывём. В общем, жёстко. Идём мы на ночь на 24 часа. Будет два видео, две части. Ну, будет видно. Если переночуем, будут у нас все нормально, то мы пойдём на вторую часть. Да, планы у нас такие. Да, да, просто охота ребятам поснимать интересное видео. У нас с Виталией сейчас вот так вот тук-тук-тук, показываю вам. Просто я взял бобу и у нас с Настей уже. И кранчик, который, можно сказать, свет караколовки под водное ружьё, а то уже и шутки. Если нас сейчас топнут. Если тебя ловится, то да. Капец. А он там, чтобы вы понимали, вот зона. Мы остановились, потому что я громогласный, но я пытаюсь сдерживаться и начать. Только что минуты две я начинал. Короче, это... Не мог начать от Виталия с меня отжжёт. Я вот так вот. У меня сердце тук-тук-тук-тук. Хоть уже не раз был в зоне. Страшно всё равно. Десять километров на мети до водохранилища. Ну, да, да. И рыбалим. Мы идём не к саму так припирь, а так свернём к водохранилищу выйдем. Фух. Ну всё, что? Будем перелазить сейчас. Бобу нужно передавать через сетку. Да, да. Ну и вещи там ты мне передашь. Куча вещей. Я первый. Да. Ты потом мне передаёшься вещи, бобу, и мы погнали быстренько. Всё. Чтобы не западиться. Полетель, держитесь на скотчки. Друзья, от этого похода в Чернобыль я получил очень крутые эмоции. В целом, яркие впечатления. Это именно то, ради чего стоит жить. И поэтому я вам хочу рассказать о розыгрыше, который запустили мои друзья из компании Favbet. Они дарят полёт на настоящем, реактивном истребителе. Это точное впечатление на всю жизнь. А кроме истребителя, вас ещё ждут полёты на маленьких самолётах, которыми вы сможете поуправлять. И тысяча ставок без риска. Не пропустите. Ссылка в описании. Став и полетели. Вот это самый сложный момент, когда ты перелазишь. Потом тебя отпускает, когда ты идёшь по зоне. А самый сложный момент, кто не ходил в зону, кто не понимает, почему мы перепуганные. А потому, что здесь сразу за сеткой тропа пограничников идёт. И тебе сразу всякие шумы кажутся. И плюс мы со снастями и с собакой. И это очень жёстко. Ребят, я первый раз вообще в своей жизни буду на рыбалке в Чернобыле. Раньше я не мечтал в Чернобыль попасть, а то на рыбалке буду. В общем, всё, сейчас подкрадываемся и перелазим. Всё. Тут как по столбам. Ребят, а вот эта дорога, за которую я говорил, где ездит машина или ходят погоничники. Вот, это везде. По зоне вот такая вот дорога. Кто не жарит. Блин, тут нигде лазейки нет, где перелезти. Бобу, Бобу как-то аккуратно надо кидать. Да как я кидал его? Опа. Фу. Вот это самое страшное было. Блин, как это сделать? Что там? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Блин, муха. Колесо. В зоне. Мы в зоне. Всё, надо сейчас отходить отсюда уже. Ещё рано радоваться, но мы уже в зоне, Виталий. Говорю, рано радоваться, но мы в зоне. Уже немножко глубже дошли. Всё, буду выключать камеру. Так запыхался, капец. Устал уже. Вначале. Вначале просто надо бежать постоянно. Всё, идём дальше. Всё, ребят, тут уже можно немножко расслабиться. Я уже и капюшон снял, расслабился. Ну, для атмосферы вам одену его. Я уже, как видите, на полный бас разговариваю. Подошли с Виталией и с Бобой. Какая-то заброшка. Всему этому уже, ну, знаете, больше 30 лет. Сколько уже взрыв назад был. И всё равно интересно так пройтись. Ух ты! Слушай, тут и ноги можно поломать, Виталий. Ну да. Капец. Пахнет, чтобы не обвалило. Лучше сюда не заходи по этим званям. Да, смотри, оно всё проваленное. Конкретно. Ух! Вау! Всё равно может где-то охрана поджидать. Но уже здесь её не так. Блин! Чуть не нахипнулся. Но уже здесь не так, ребят. Потому что, я же говорю, самое страшное, что в Чернобыльской зоне нужно преодолеть это сама, вот эта проволока зона и тропа пограничников. Виталий, Виталий, уже ушел. Буду догонять. Самому страхово. Могу Виталия. Жесть, был бы сам как ужастик какой-то. Кап-кап. Танцы в Чернобыле. Минутка юмора. Всё. Будем идти дальше. Мне жарко, ужасно. Ну что, ребят, мы всё в дороге. Уже больше половины прошли где-то, да? Да, больше. Лес, конечно, красотища такая. Именно, о, уже хочется отдохнуть, сесть. Сейчас Бобку надо дождаться. Погнал кого-то, с болота там выгнал. И можно падать на привал перекусывать. Фух. Это, что хотел сказать. Да, у нас сейчас будет перекус. Разведем костер. Виталий там, говорит, перепелок взял. Вот. И ещё чуть-чуть. И дойдём до водохранилища. Да, там уже разобьём лагерь. Поставим. Экранчики. Раколовку, поплывку. Освежиться. Освежиться хочется, капец. Жарища. Хорошо, что воды набрали. Есть. И проголодались уже конкретно. Вроде бы хорошо так наелись. Прогулка, классно. Да. Наконец-то привал. Что самое классное в походе, так это привал для меня. Потому что ты идёшь, идёшь. Ноги уже просто, как это объяснить, уже вот здесь настолько находишься, что еле тебя несут. И, ложишься так. Кайф, капец. Хотя земля мокроватая, влажная. Сейчас будем делать перекус. Виталя сейчас сделает мангальчик. Он пошёл. Боба наконец-то прибежал, только минут пять назад. Мокрый весь. Так, Виталя тут готовит шампура. Мы распределили обязанности, вот, чтобы он кушать. Перепелки. Сейчас без пальца восстанется. Лезет под нож. Я уже разделся, жарко. Набегался, там повесил куртет. Набегался, натоскал дров. Сейчас разводю костёр. Виталя. Я ему выкопал. Это у нас будет как мангал. Вот. Вот это и вот это. Ёлочка там под низом. Дожди шли, всё влажное. Вон. Не сразу хватается. Посмотрите, по какой красоте Витаха забацал два шампурика из перепёлок. Вот. Забыл, как называется. Или с голубей. Или с голубей. Настреляли, набегали, наловили. Бобка устал, отдыхает. Лежи, лежи, отдыхай. А костёр он пошёл, как видите. Уже всё, жара, думаю, будет хватать. Сейчас, когда оно перегорит. Кинули перепёлок. Смотрите, с одной стороны уже поджарились. Класс. Так, поджариваются наши перепёлки. Сижу, переворачиваю, чтобы не подгорели. Ух, какой румянец. Красота. А Виталя с Бобой отдыхают. Устали, приморились. Не холодно на земле. Она мокроватая, влажная. Ну да, дождь прошёл. Хорошо, что чуть-чуть. Зато не жарко идти, свежий воздух. Приготовились наши перепёлки. Там есть лужица, там с неё Бобби пил. А здесь костёр залили, вот, водой закопали и мхом замаскировали, чтобы меньше видели, что ходят в походы. О, всё. Вот так вот. Хоп. Чтоб непонятно было. И красота. Пойдём кушать. Сели перекусить с Виталией. Я говорю, какая это просто-напросто прелесть. Вы посмотрите, я уже вон съел сколько. Приятного аппетита, кстати, кто кушает. И так, приятно тебе аппетита. А, да. просто, я не знаю, она сочная. Я кушаю и прям жирок капает с неё. Мясо. Такие курочки маленькие. Просто на природе прогулялись, так аппетит и класс. Конечно так. Сейчас кушаем уже и совсем немножко осталось. Киометра два, плюс-минус. Ну, мы тут не особо. сейчас уже отдохнули, сейчас уже рывочком. Сейчас рывок, да, сколько мы прошли, это всё фигня по сравнению, сколько осталось. Сейчас рывок такой просто максимально. И уже к водоёму. Да, уже рядом, да. Водоём там шикарный. Шикарный. Он заросший, жаль, что берега только. Дикий, да, такой? Да. Ну, так что, ставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на Виталика, кто не подписан. Да, и давайте нам лайк. Первый час я лайкаю все ваши комментарии, а не внизу там. Напоминаю, активничайте, потому что это поддерживает очень. Всё, а мы полетели. Ну что, с новыми силами мы в путь наелись. осталось недолго. Силы куча и чешем. Ну, всё равно, какая расслабушка. Да, да ты шо, перепёлки, просто песня. Такс. Классно, так что, ребята, если идёте куда-то в поход, летом вот себе замороженные кинули в рюкзак и пошли, а в обед она себе разморозилась и классно. И класс. Да, а не то, что там уже завоняется, пока ты идёшь летом. Да, всё, ребят, встретимся тогда, что? Где? На водохранилище. Пришли мы на место, где Виталика был в лагерь, вот тут снимал. Талас был, где я переночевал, где он меня хорошо выручил. Хорошо, что я плотно сделал, комары тебя бы съели бы за ночь. Да я смотрел, да. А там эти мухи такие бьёшь, что с кровярщиками. Воводы, воводы, воводы. Тут их, блин, кишило, дедзе, тогда было жесть. Может, сейчас не очень будет. Да, я же говорю, идём, подходим, Виталий говорит, а вон, водохранилище, я говорю, где? А оно там, вон, за камышом. Сейчас поднимусь на дерево. Виталий так показывал, уже за кадром. Сейчас поднимусь. Вон, там особенно видно, хорошо. Ой, оно всё дикое, ни одного места рыбацкого. Ну, блин, что вы хотели, Чернобыль? Кто тут за ним ухаживает? Виталий предлагает, может, расчистим в Чернобыле себе бестечкой для удочки? Вот это будет класс. И плот там будем, да, заносить. Если всё успеем. Вот там видно, не получится плот, а если нет, то будет такой, типа, мостик, знаешь? Мостик сделаем. Забьём колдышки, вот это, где кончаются камыши, чтобы можно было там с этого мостика ловить. Классно. И будет у нас место, где можно будет покидать удочки. Так, ну всё, будем лагерь разлаживать. О, как смягчает. Шалаш. Разложили лагерь, спальник подложили, как матрас, и под низом ещё камыш служит, как утеплитель. Да ты что? Я только шалёк прибалдел с дороги. Вообще прелесть. Сейчас пойдём экранчики поставим и на раковую ловушку. Интересно, в водоёме, в Чернобыле, что там попадётся. Может, там карась, мутант какой-то. Паук ползёт на той стороне палатки. Солнышко у нас уже садится, а нам сейчас с Виталией лезть в воду, прикиньте. Виталя вот подготовил. Насобирали бутылок вот таких. Сталкеры, может, ходят. Ну, а кто ещё воду пьют и выкидывают, потому что много воды нужно. Ну, и мусорят в Чернобыле. Вот. Это будет служить нам поплавком. Это Виталика. Гидрокостюм. Там тухлая рыба уже на раков. Вот такая ловушка будет у нас стоять. И два экранчика. Это казанок на всякий случай брали, если поймаем рыбу, сделаем уху уже во второй части. Ну, уже на утро. И два экрана поставим на рыбку. Вот. Прикиньте, сейчас уже вечерок, а нам сейчас лезть в воду, плавать. Виталика одел гидрокостюм, а у меня нету. Я разделся на трусол. Блин, сейчас по камышам, да, страшно. Блин, я не знаю, кто в Чернобыле таким вообще занимался. Я туда полез, а потом смотрю по видео, вот это видео. Блин, такой я бы туда бы не полез уже. Капец. Слушай. Пабрыки, это домики, знаешь, там, ну, очень опасно здесь, не знаю, что. Я, смотри, я босиком. Твоёвка как-то так спокойнее, а самому знаешь как. Да, я за тобой. Ой, блин, ай, камыш. босиком такой вообще. Ай, капец. Смотрите. Фу. Фу. Блин. Буду по следам Виталия наступать, потому что, ай, больно, больно. Ай. Жесть. Прохладно уже. Камры закусали. Ребят, с вас лайк. Боба, ты куда? А ну, чихай. Боба с нами полез. Боба, ты куда? А ну, чихай. Сейчас, раз посмотрите. Фу, ты этой рыбы, запах капец, в Италии. Жаколовка. А, это от Ила запах. Капец. Капец. Нифига себе. Пипец. Что по ноге ударил. Ребят, купание в Чернобыле. Пошли с Виталией. Поставить роколовку сейчас. Ой, вода холодная. Сейчас привык. Тебе не так холодно в костюме. Виталий еще сегодня будет тут подводной охотой заниматься. Все взял с собой. Прикиньте. Водыхали бы. Ой, все. Бьем с Виталией ставить экранчики. И он вот так на дне стоит. Там грузик. И, блин, и рыбка сюда заплывает. Все. Распутал. Первый раз ставлю экранчики. Дорожку ставил, экранчики нет. Все. Сейчас еще контрольная проверка. Все. Отлично. Запутаем вот так, чтобы надежно было. Фу. Вот это да. Класс. Виталий, буль-буль, буль-буль, карасики. На катере смотреть браконьеры или есть или нет. Патруль может быть? Конечно, на катере. Тогда убегаем. Фух. Выходим назад. Фух. Сейчас потемнело. Я чувствую себя в Амазонке. Смотрите. Ох ты, е-мое. Мы уже тут аллейку протоптали и вода немножко набралась. Фух. Все, вылезли. Уже на улице смеркается. Будем костерчик еще разводить? Можно. Ну что, я смотрел, как в тот раз мы разводили вот недавно, когда дым поднимается и уже выше елок, он рассеивается. Рассеивается и нас не спалят, да? Да-да. Так что, я думаю, ничего страшного. Мне нужно сейчас придумывать. Бутылки буду набирать воды и мыться. Потому что таким чертом одеваться не хочу. Буду опять залазить, но тоже снимать не буду. А я так сейчас чуть-чуть побуду. Сейчас потемнеет и пойду на подводную охоту. На подводную охоту. Это будет вау. Я уже такие эмоции, как на небитаемом острове. Как я ночью нырял. Я думаю, сейчас... Интересно, что там. А ты прозрачно заглянул или забыл? Сейчас слабо. Слабо. Ну, я думаю, с фонариком сейчас будет нормально. Потемнело, распалили костер. Греем перепелок. По одной оставили. Комары загрызают, вы бы знали, нереально. Виталя сейчас настраивается, сидит, пойдет нырять. Расскажет потом, что там поймал. И уже туда-сюда будем ложиться спать. Так как у нас завтра еще рыбалка. Много чего. Строительство плода. Чистить место, для того, чтобы плод туда занести. Потом будем с него рыбалить. Короче, делаешь еще конкретно много. Ну да. Видно, комаров капец. Скажи, Виталь, загрызли. Боба в палатке уже, мы его закрыли. Какой водоем, камышов. Мы только что в палатке сидели до этого, потом костер распалили, но они все равно достают. Он прям над костром и сгорают, заразы. Горите, комары. Сейчас, а я пошел. Да, сейчас Виталя вылезет, будем узнавать, как там и что дела. И уже будем ложиться спать, прощаться. Виталя пока там ныряет, я стою, жду на подстраховке. Ух, там опасно. Сейчас уже долго ныряет, узнаем у него, что он поймал и будем ложиться спать. А Боба спит уже там в палатке. Уже замотались, забыл все. Ну что, ребят, я дождался Виталю. Это, блин, экстримал. Смотрите, мокрый, темень, ковары кусают. Ну что, расскажи моим зрителям, что у тебя там случилось, что было. Ну, окуня куча. Окуня куча. Говорю, мог набить, конечно, хватает. Там одного стрельнул, взял, он убежал, конечно. А до наших этих еще не подплывал, до сеточек наших? Нет, нет, я туда так поплыл чуть-чуть дальше, ну далеко, конечно, не плыл. Ну не проверял еще, Уже утром проверим. Утром проверим, я думаю, что-то будет, какие-то раки, говорю, уху наварим, завтра и пойдем. Ну надо кусочек крутого чего-то ставить и на следующую часть, на вторую часть, поэтому во второй части мы проверим уже наши ловушки. Пойдем строить плод. Пойдем строить плод, что мы еще сделаем? Мы сварим уху, будет классно, еще рыбалка с плода. Да, у нас есть Настя там, если он нашел ловить. У нас крутые тут планы. Ну да. Сейчас уже пойдем отдыхать, комары закусали конкретно, костер у нас догорел, так что это, будем ложиться спать, перекусили по перепелке. Все, ждите вторую часть. Да. Всем ждет пока. Всем пока. Пока-пока.